Далекий 1979 год. Тогда на Алтае проводился всесоюзный турнир по боксу среди спортивных сообществ. Это и Динамо, ЦСКА, Спартак и так далее. Турнир проводился здесь же, тогда еще во дворце спорта и собирал полные трибуны. И 40 лет Алтай не видел крупных турниров по боксу. Сегодня 2021 год, второй по значимости турнир по боксу в России. И первенство России среди юниоров в Алтайском крае, в городе Барнауле. Нет, это не за рубежом или в ведущем городе нашей страны. Все топовые боксеры в России приехали на Алтай, чтобы выяснить отношения в ринге. В турнире принимает участие больше 300 сильнейших боксеров из 53 регионов России. Каждому участнику для победы в своей категории нужно будет выиграть 5 боев. На церемонии открытия участников соревнований поприветствовали и официальные лица. Я, наверное, не покривлю душой, сказав, что это очень долгожданное для нас соревнование. Я убежден, что те бои, которые здесь состоятся, в Титов-Арена, в городе Барнауле, они выявят тех победителей, тех, кто готов и составит ближайший резерв национальной сборной России по боксу. Я сегодня сидел как завороженный. Положа руку на сердце, я вам серьезно говорю, такое открытие я давно не видел уже. Хорошее было открытие на чемпионате России. Сейчас мы были в Серпухове тоже. Но именно как сегодня подобранные картинки Алтайского края. Наверное, сегодня мое мнение совпадает с вашим, что Алтай, наверное, действительно можно назвать сердцем мира. Ну, сердцем России это 100%. Каждый регион привез лучших боксеров и у всех одна цель – только победа. Однако у наших спортсменов есть козырь в кармане. Это болельщики, которые всячески будут поддерживать своих. Да и при родных трибунах боксировать легче. Это огромное значение имеет. Почему? Потому что, когда тебя дома болеют твои болельщики, ты это чувствуешь. Это ауру чувствуется, когда болельщики болеют. И здесь, когда они на месте находятся и болеют за тебя, кричат, когда твое имя слышит. Это огромное большое значение имеет на ринге. Прямо на ринге это слышится, видится. За честь региона предстоит постоять 13-ти сильнейшим боксерам, воспитанникам Алтайской школы бокса. Ребята долго и упорно готовились к турниру. Когда на ринге спортсмен, каждый тренер подсказывает так, будто сам готов выйти и побоксировать. Постоянно кнись, постоянно качайся. Вот, 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 разбивай, разбивай. Неожиданно, сразу, вот так, и ушел, молодец. Организаторы первенства подготовили для зрителей световое шоу, выступление рок-групп. А 8 мая здесь будет бесплатная полевая кухня. Главная мотивация для боксеров – то, что победители получат право представлять нашу страну на предстоящем чемпионате Европы в Париже. Вход для болельщиков бесплатный, так что, как говорится, спешите видеть. Дмитрий Дроздов, Андрей Печоркин. День с толком.